Просветительский проект «Персона Града Хабаровска» Опять же, в научной фантастики, если вы почитаете, не в смысле марвеловской, а обычной, там покорители космоса обычно тоже какие-то вечно молодые и смертные, потому что понятно, что до космоса долететь – это долго. И чтобы они, значит, сюжет строился, они обычно не стареют. Но, в общем, долго люди считали, что это все-таки скорее сказки или фантастика, ну, то есть пытались эти алхимики искать какие-то травки. Толку никакого не было, люди все равно умирали, причем умирали, там, средняя продолжительность жизни была 30 лет до недавнего времени. Но в последнее время появилась все больше надежды, по мере того, как мы изучаем других животных, что все не так плохо. И что, может быть, мы как-нибудь сможем продлить наше активное существование, раз нам уже удалось это сделать несколько раз с приливками, с мылом и с антибиотиками. И сейчас средняя продолжительность жизни 70-80 лет по сравнению с 30-ю еще, там, 200 лет назад. Поэтому есть основания полагать, что можно еще больше. И изучение животного мира показывает, что, похоже, действительно есть. Давайте следующий слайд. А вот, это я или вы? Ладно. Потому что есть примеры биологии существ, которые не просто медленнее стареют, а просто-таки живут вечно. Вот это медуза Turritopsis tornii. Если кому-то интересно латинское название, это вот такая симпатичная медуза, которая в биологическом смысле бессмертна. Потому что она никогда не умирает. Она же может существовать в разных стадиях. В стадии медузы, вот такой, с лапками, в смысле, с щупальцами. И в стадии полипа, такой, сучки, которая сидит в такой мешочек. И когда медуза в какой-то момент, когда условия становятся не очень, она живет себе, такая взрослая медуза, она может начать развиваться в обратном направлении. То есть, отпучковать от себя какие-то там почечки, и снова вернуться в стадию полипа, какое-то время переждать, пока там все изменится в окрурающей среде, и снова вернуться в стадию взрослой медузы. То есть, они могут это делать бесконечно. То есть, в биологическом смысле, строго говоря, они бессмертны. Значит, следующий слайд. Вот пример, где медуза, а где мы. Медузы – это такие совсем далекие существа. Вот поближе, как мне кажется, как биологу пример к нам – это омар. Гигантский омар. Эти штуки, европейский омар, эти штуки не бессмертны, но они живут до 50-ти, а есть данные, что и до 70-ти лет. При том, что обычно в биологии соблюдается принцип, что чем меньше существа, тем меньше оно живет. А вот эта штука, ну нет, он большой. Кто видел омаров, он довольно крупный. Но 70 лет – это сильно много. Там собаки такого же размера живут 15 лет. И он умирает от чего? Умирает он от того, что обычно он покрыт панцирем. И когда он понимает, что пора расти, он сбрасывает панцирь, подрастает, потом вокруг него снова образуется новый панцирь. Умирают они чаще всего от того, что либо кто-то в этот момент ест, когда они находятся без защиты, либо в панцирь попадает инфекция, либо трескается панцирь и какие-нибудь бактерии проникают. В общем, от насильственных причин. От естественных причин омары не умирают гигантские. Это уже приятно. Давайте дальше. А это вот гигантская черепаха, которую можно встретить на Сейшелах или на Голопогосских островах. Пока там на Голопогосе не завезли козлов и кроликов, их было сильно больше. Потом кролики и козлы немножко их повредили в ситуацию, сажали всю траву, и многие из них вымерли. Опять же, потому что просто их голода. Но так эти штуки живут по 120 лет. То есть это известная черепаха, которая пережила Чарльза Дарвина, который первый их обнаружил, жила на Лондонском зоопарке очень долго. Вот 120, по-моему, ей примерно было. Джордж его звали одинокий, вот умер несколько лет назад. В общем, они тоже прекрасно себе живут. Более того, всякие биохимические параметры показывают, что они не просто такие вот большие, они еще и молодые. То есть одна из черепах отложила последнюю кладку, которой было тоже примерно 100 лет, типа за год или несколько месяцев до смерти. То есть люди старые, в том смысле, что мы перестаем размножаться в 45, наверное, где-то это предел. После этого мы всю дорогу старые уже. Ну, женщины и мужчины дольше, их природа отпустила. Тем не менее, это существо биологически молодое до смерти. То есть оно размножается, а потом умирает. То есть это нам уже, в общем, показывает, что черепахи уже почти как мы. Это даже не омары. Следующий слайд. А вот человеческие рекорды. Мы должны были на них добраться. Это официальный долгожитель. Она умерла уже, но она является официальным долгожителем. Самый долгоживущий человек, живший на земле. Там есть те, которые еще не умерли, может, они ее переплюнут. Но пока есть те, кто, к сожалению, уже умер. Она дольше всех живет. Ее зовут Жанна Кальман. Она умерла в возрасте 122 года, 5 месяцев и 14 дней. Вот такая замечательная старушка. Кстати, вот если вы смотрите ее фотки в интернете, можно обратить внимание. Обычно считают, что, чтобы долго жить, надо здоровой жизни вести, не курить. И вот если вы фотки ее посмотрите, она, в основном, одни здесь сигареты. То есть она курила до последнего, все время с бокалом. То есть она не очень воспитала принципы ЗОЖ. И Черчилль тоже, который жил, слава богу, очень долго, тоже его редкую фотографию можно найти без сигары или без бокала коньяка уже на этот раз. То есть есть примеры людей, которые живут существенно дольше средней продолжительности жизни. То есть 70-120, почти в два раза. Но прежде чем понять, а почему все-то не живут так же, как прекрасно Жанна Кальман и все остальные, сначала надо разобраться, что же такое старение. Можно на следующий слайд. Да, ну вот еще слайд, который призван сказать то, что я уже упомянула, что мы хотим жить долго, но не хотим жить старыми. Жанна Кальман была, она выглядит, как на предыдущем слайде, последние лет 70. Ну так, учитывая, что ей 120. Она, правда, вышла замуж, по-моему, где-то пару раз в этот момент, несмотря на такую внешность. Но, тем не менее, она, ну, очевидно, старенькая. А всем и хотелось быть все-таки помоложе выглядеть эту всю длительную жизнь. Ну, в общем, есть ощущение, есть все основания полагать, что это возможно. Итак, что же такое старение? Значит, вот теперь как раз холодильник зим. Холодильник зим у Москвы, кто постарше, наверное, у них был. Ну, не в смысле здесь пример бессмертного, хотя тоже они работали тоже по 50 лет. Он здесь пример того, что раньше, до недавнего времени популярная гипотеза предполагала, что старение – это процесс, ну, как бы, износа организма. То есть случайный. Ну, холодильник работал, 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 потом ему компрессор или что-то там у них сгорают. У холодильника сгорел, и он перестал работать. И то же самое, что люди жили-жили, накопились какие-то случайные ошибки, и мы умерли. Ну, то есть износ организма старенький. Но в последнее время, ну, как последнее, довольно давно, но тем не менее, появилась вторая гипотеза, которая сегодня является самой популярной, что старение – это не случайный процесс накопления ошибок, а биологическая программа, которая включается целенаправленно и намеренно для того, чтобы изъять особи, которые едят ресурсы, но уже при этом не размножаются, и с популяцией. Потому что, не смысле, что эволюция – это какая-то жестокая дама, которая, значит, решила вычеркнуть лишние особи. Нет, это возникло естественным путем. Просто популяции, в которых особи не старели, долго жили, несмотря на то, что они уже давно оставили потомство, они вымирали, ну, просто ресурсов не хватало. И поэтому публикации, которые успешные оказались, то есть они передают свои гены, новые члены передаются, размножаются и передают свои гены дальше, их отжившие свои особи изымались и переставали конкурировать за ресурсы. Соответственно, для того, чтобы убрать лишних особей, запускается программа старения. То есть это намеренно. Это вроде бы плохая новость, что все-таки сама эволюция придумала, против нее так просто не помрешь. Но, с другой стороны, хорошая. Потому что, если это программа, которая запускается, значит, можно найти эту кнопочку, которая запускает эту программу, и попытаться ее отменить или хотя бы отложить. И огромное количество ученых, которые этим занимаются, и которые верят, что это так, в общем, очень с большим энтузиазмом, считают, что это возможно, можно следующий слайд, и в качестве доказательств часто приводят вот таких вот людей с болезнью с названием прокирия. Есть такая болезнь, при которой дети начинают где-то с 2-3-летнего возраста, начинают стареть. Они биологически стареют. У них происходят все те же процессы в организме, что у стариков. Ну, они, морщины, у них выпадают зубы, у них появляются морщины во всей коже, плохо работает сердце, атеросклероз. Ну, вот все-все, вот все, что у старичков, тоже раковые опухоли. Все бывает у них. Обычно они долго не живут, ну, максимум, по-моему, абсолютно, правда, недостоверно зафиксированные 27 лет ему было. Обычно они умирают и даже до совершеннолетия. Вот это Сэм Бёрнс, ему тут, наверное, около 17 лет на этой фотографии. Вот следующий слайд можно? Да, это вот он со своими родителями, чтобы было понятно, о чем речь. Вот так они выглядят, молодые старички. Они молодые, но у них запустилась эта программа. То есть, как считается. Там немножко другие гены, но тем не менее все те же процессы. Вот он был мотивационным спикером. Я ездил по миру и рассказывал, что живите и радуйтесь. Да, печальная история. Следующий слайд. Еще одно доказательство того, что старение – это все-таки не случайное накопление ошибок, а не какая-то одна или несколько биологических программ. Кто узнает, кто на этом слайде? Елизавета. Елизавета. Не одна Елизавета. Ее мать. Тут две Елизаветы на этом слайде, да. Это Елизавета – ее мать, королева, которая тоже изрядно жила. То есть Елизавета еще жива пока, которая вторая. Ее мама уже умерла, но она тоже долгожитель. Ну, соответственно, доказательством того, что это не совсем случайный процесс, являются династии долгожителей. Это известный факт, что люди, которые живут долго, чаще всего их родители тоже жили долго. То есть это наследственно передаваемая история. Значит, есть какие-то гены, которые немножко по-другому, ну, у них другие варианты генов у этих людей, они чуть-чуть иначе работают, чуть-чуть иначе работают их организмы, и организм дольше сопротивляется вот этим временным изменениям. Следующий слайд, пожалуйста. Да, ну, соответственно, это все было более-менее понятно, и постепенно стали появляться различные гипотезы. Что же это за такие программы, которые включаются? Скорее всего, их более одной. Эти программы, то есть каждый раз тогда новую находили, говорили, ну, все, вот это точно оно, это объяснять старение. Потом делали эксперименты, понимали, что что-то не складывается, находили другую программу. Таким образом, может, их стоить несколько. Они работают. Первая появилась где-то в 60-е годы прошлого века, 20-го, то есть называется она теломерная гипотеза. Вот этот человек, на слайде можно, следующий слайд, это Леонард Хейтвер, это американский ученый, биохимик, генетик, который вот у него стоит в руках такая у него штучка, это называется матрасик. Ну, вот так растут клетки. Ученые, когда экспериментированы с клетками, вот если клетка не прикрепляется на субстрат, она в такой штучке растет. И он заметил, что все клетки человека, он работал с клетками кожи, с фибробластами, делятся не бесконечно, а определенное количество раз. То есть вот ты берешь клетку, все ей даешь, еду, ресурс, температуру какая-то, какую нужно, но она почему-то делится только определенное количество раз, а после этого перестает делиться, но только умирает. Этот предел получил название пределом Хейтверика. Он приблизительно равен 50 делениям. То есть 50 раз клетка делится, а потом все. Она начинает болеть, умирать, самоуничтожается или просто умирает, ну, перестает делиться, и, там, гниет, там, зараженная среда и так далее. У разных клеток он оказался немножко разным, но, тем не менее, он весь был около 50. Долго, ну, некоторое время люди не понимали, в чем дело, почему это происходит. Как клетка понимает, что она 50 раз потерялась, а 51-й нельзя. Ну, как у него калькулятор там, что ли, внутри? Непонятно было. Объяснил это следующий слайд, пожалуйста, следующий. Объяснил это наш зоопечественник, это Алексей Алопников. Спустя 10 лет, после открытия Хейтверика, он предложил, так называемую, ту самую теломерную гипотезу. Можно предыдущую? Нет, предыдущую. Да. Что такое теломеры? Вот это, на этом рисунке нарисовано, что нарисовано? Хромосома, да, правильно. Нарисована наша хромосома. Вот зелененьким на хвостиках отмечено. Это те самые теломеры. Что это такое? Хромосома – это свернутая и накрученная на белки наша ДНК, в которой содержатся все наши гены и вся информация о нас, как о личности и о виде. Но концы всегда, она намотана на белки, чтобы лучше, соответственно, а нет, указки, да? Чтобы компактнее уместить, потому что она очень длинная. Если бы она не была замотана, она просто бы запуталась. Это, на самом деле, два отрезка ДНК, которые просто соединены посередине. И вот на концах ДНК, вот это зелененьким отмечено, это те самые теломеры. Что это такое? Это концевые отростки ДНК, на которых нет никаких генов. На них бессмысленные повторы букв генетических, они называются нуклеотиды. Зачем они нужны? И вот Аловников предположил, что дело в том, что при каждом делении вот эти хвостики укорачиваются. Они чуть-чуть короче, короче, и когда хвостик кончается, и при делении начинает резаться уже вот розовая часть, то есть несущие гены ДНК, вот тогда и начинаются проблемы. Что либо прямо побеждаются гены, либо они надрываются чуть-чуть, но система репараций, вот те, за которые в 2015-м дали Нобелевскую премию, система ремонта, которая есть в пасклетке, видят катастрофу, ген повредился, они пытаются склеивать их, в итоге склеивают между собой концы хромосом, запутывают все еще больше, клетка либо умирает, либо превращается в раковую даже, потому что эксперименты пытаются помочь, но делают только хуже. Можно следующий слайд? Да, вот это да. В чем же дело? Вот Алваловников ровно это и предположил, что дело в челомерах. Он все правильно предположил, на самом деле в статье, а потом с ним что-то произошло, он ударился в какую-то эзотерику, оказался от своей гипотезы, ну и в общем сейчас он ее отрицает. Но это он ее отрицает, а весь мир не отрицает, потому что уже все это видели и много раз опыты показывают. В чем же дело? Почему режутся эти хвосты? А дело в том, что фермент, который при каждом делении происходит что? Клетка сначала свою ДНК копирует и передает своей дочке. Ну так же, как мы и размножаемся, мы сначала там копируемся, и в детях это копия нашей ДНК. Но фермент устроен так же, как этот малява. Вот если вы ремонт дома когда-нибудь делали и пробовали красить пол, то новички часто вот так делают. Они начинают красить, в какой-то момент красят, красят и понимают, что они стоят на кусочке пола не покрашенном, и что дальше они не могут двигаться. Если они сделают шаг, то они испортят то, что они только что покрасили. Соответственно, этот кусочек пола никак они не могут покрасить. Вот ферменты, которые занимаются умножением нашей ДНК, устроены как этот маляв. Они садятся на ДНК и начинают ее умножать, копировать соседние цепочки. Но то место, на котором они сидят, они сидят на ДНК, они не могут его скопировать. И поэтому, когда деление закончено, фермент отваливается, получается, что кусочек, вот тот, который он сидел, остался не скопированным. Это то самое врачение теломер. И так происходит при каждом делении. И когда кончаются хвостики бессмысленные, они начинают резаться гены. Дальше происходит то, что происходит. Фермент, который это делает, называется теломераза. Теломераза. И он у нас... Можно следующий человек покажите, пожалуйста, какой там? Да. Называется этот... Да, это вот фермент теломераза. А этот график показывает, что человек может выглядеть очень здоровым. Но длина теломера является очень надежным признаком того, как скоро он умрет. К сожалению. То есть у разных людей теломеры сокращаются с разной скоростью. Возможно, они немножко разной длины. И вот этот график взят из статьи, авторы которой сравнивают людей, ну вот это возраст по годам. А это длина теломеров. Буквах основание, это буквы ДНК. Вот мы видим, что когда мы рождаемся, это 8 тысяч букв. Что в 35 уже 3 тысячи. Уже так подсократилось в среднем клетках. А в 65 вот мы видим полторы тысячи. И дальше она падает и падает. И вот есть работы, которые показывают, они брали старичков, которые в общем такие, ну еще даже бодрые. И все чувствуют себя здоровыми. И показали, что несколько лет цинично ждали, пока они умрут. Потому что им нужно было посмотреть, как скоро они умрут, в зависимости от того, какая длина у них теломера. И оказалось, что несмотря на то, как хорошо он себя чувствует, бодрый, ведет здоровый образ жизни, не бьет, не курит, это не предсказывало, как скоро он умрет. Как скоро он умрет, предсказывало длина его теломера. Как только теломеры заканчиваются, ферменты начинают резать. Это гены. Системы ремонта пытаются помочь, все улучшают. Клетки уходят в смерть или, дальше мы поговорим про аптоз, я несколько раз уже пытаюсь сказать это слово, или становятся раковыми и человек умирает от различных сопутствующих болезней. Дальше. Да, но есть клетки в нашем организме, соответственно у нас выключается фермент теломераза. Он активен, когда мы, еще эмбрионы, когда мы растем и клетки много раз делятся, а потом у взрослых он выключается. Но есть в нашем организме клетки, которые не выключают этот фермент. Что это за клетки? Нервы. Нервы. Нервы вообще не делятся. Нервы. Нервы. Это тоже нейроны, они вообще, ну то есть некоторые из них делятся. Нет, нейроны как раз, они спасаются тем, что просто не делятся и держат свой как бы запас. Запас теломер не расходуют. А вот некоторые клетки в нашем организме вполне себе замечательно отключают теломеразу и делятся до бесконечности сколько хотят. Кровь. Кровь. Ну не совсем, да, клетки крови. Еще? Врясы? Кровь. Ногти. Ногти. Ну да, иногда так кажется, это правда, что только ты это самое сделал, а они опять отросли. Ну нет, но имеется в виду раковые клетки, конечно. Раковые клетки, которые, вот вы сейчас сидите и думаете, что рак вас не касается. На самом деле у каждого из нас сейчас внутри есть раковые клетки. Просто наша иммунная система с ними справляется. И рак проявляется, когда она не умеет справиться. Есть исследования тоже, которые показывают, что в нашем организме в каждый момент времени есть некоторое количество клеток вполне себе раковых, но иммунная система успевает их заметить. Это раковые клетки. Вот это раковые клетки. Одна из самых знаменитых линий раковых клеток. Клетки Хиля. Они получены у Генриетты Лакс. Это такая чернокожая женщина с раковым шейки матки. Она умерла через несколько месяцев после того, как у нее забрали эти клетки. И с тех пор ученые всего мира, в общем, делают работы свои благодаря ей. Потому что это одна из самых распространенных клеточных линий, на которой делаются все эксперименты. Вот у этих клеток замечательно отключена теломеразия. Поэтому они делятся до бесконечности. Поэтому ученые с ними и работают. Так что вполне у нас клетки умеют это делать. Можно на следующий слайд. Мышка. Это мышка. Еще один популярный экспериментальный, популярный экспериментальный животное. И ученые, естественно, подумали, глядя на раковые клетки, ну а почему бы не отключить, не включить обратно теломеразу у нормальных животных, например, мышки. И они это сделали. При помощи так называемого вектора они вставили ген активные теломеразы мышки в мыши и смогли увеличить продолжительность их жизни на 40% примерно. То есть мышка обычно 2 года живет, ну с чем-то. Тут она жила, соответственно, почти 4. То есть им удалось это сделать. Вроде бы результаты многообещающие, но пока только на мышках. Потому что на людях сразу возникает вопрос, а как эти мышки генномодифицированы как бы с рождения и там можно запустить этот фермент. Во-первых, мы не можем делать генномодифицированных людей, это запрещено. Во-вторых, мы не можем это делать, пока мы не знаем всех последствий. Потому что, как я сказала, теломераза активная – это рак с высокой вероятностью. Поэтому люди, которые захотят, предположим, в будущем модифицировать свои гены, чтобы быть вечно живыми, даже активными теломеразы, рискуют умереть довольно быстро от того, что какие-нибудь из их клеток, получив разрешение уделиться бесконечно, могут превратиться в раковые. Поэтому тут пока не все так однозначно. Дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Да, не 40. Я сказал 40 – 24. Ошибаюсь. 24 – 40 будет дальше. 24 процента теломераза увеличивала жизнь мышки. Это первая гипотеза, да? Она верна. Это никто сейчас не сомневается, что в старости укорачиваются наши теломеры. Но вот почему у одних людей они укорачиваются быстрее, у других медленнее – это пока непонятно. И скорее это считается сейчас, что это не одна из причин старения, но есть и другие. Например, следующая гипотеза называется гипотеза апоптоза. Вот то слово, которое я все время пыталась называть. Что это такое? Это тип клеточной смерти. Наши клетки умирают, ну как мы все знаем. Умирают они по-разному. Можно, например, кусочек пальца оторвать, и клетка просто сглеет то, что останется. Это называется микрос или если у людей язва, например. А есть апоптоз – это запрограммированная клеточная смерть, то есть клеточное самоубийство. В наших клетках есть программа самоубийства. Как у этих супергероев или шпионов, которые носят с собой амплу социалистом калия, но в случае провала ее раскусанной в нашей клетке, могут убить себя в любой момент. Это очень нужно, например, в нашем развитии. Вот видите, у нас пальчики есть, да? А если вы посмотрите, как развивались мы, когда были эмбрионами, вы увидите, что мы как рыбки и как всякие с ластами существа. У нас вот тут вполне была кожа. Мы развивались как рыбки. Но потом вот эти клетки, которые тут выросли, умерли. Они запустили программу смерти и умерли. И так у нас есть пальчики. Иногда люди рождаются всякими атовизмами вроде перепонок. Это значит, что нарушена программа смерти клеток. Следующий, пожалуйста, слайд. Еще очень характерный пример апоптоза можно увидеть, когда каждую осень происходит листопад. Когда листик отрывается от дерева, он убивает себя, потому что он лишается питания от материнского дерева и умирает. Все обычно думают, что это он просто умирает. Но это не совсем так. Это апоптоз. Потому что если взять ветку и поставить ее в воду, то что мы получим через некоторое время? Засохшие листья. Да, следующий слайд, пожалуйста. Вот такую какую-то картину мы получим. Еще через месяц это все сгниет, но не упадет. Листья на ветках не будут падать. Они просто сгниют, потому что у них, мы их отключили от материнского дерева, у них не запускается именно программа самоубийства, а не случайной смерти. Они умирают, просто гниют. Следующий слайд, пожалуйста. И вот считается, что одна из причин нашего старения это то, что в наших клетках запускается программа самоубийства. А когда запускается? Когда с клетками что-то не так. Когда организм понимает, что клетка, например, грозит стать раковой. Но есть некоторые признаки, по которым организм это понимает. Например, деление бесконечное. Он понимает, что надо клетку убить, уничтожить. Иначе она уничтожит организм. И одна из гипотез предполагает, что при старении что-то сбивается с этой программой. Точнее, она слишком активной становится, потому что портятся клетки. Вот на этом слайде нарисован наш ученый Владимир Петрович Спулачев. Вы, может быть, слышали эту фамилию. Да, у него книжка есть про старых. Он активный сторонник гипотеза аптозы. Есть сторонники теломерной гипотезы, есть там дальше. Я поговорила о стороннике гипотезы аптозы. Он уверен, что старение ему и смерть потом наступает из-за того, что сбивается программа самоубийства клеток. Следующий слайд, пожалуйста. Избивается она не просто так, а из-за того, что… Кто знает, что это нарисовано? Да, митохондрия. Правильно. Митохондрия – это внутри каждой нашей клетки такая энергетическая станция, которая производит энергию. Без нее, собственно, дышит. Наши клетки дышат благодаря ей. Без нее мы не могли бы жить. Но в старости митохондрии начинают хуже работать. Они дышат прямо вот, когда мы вдыхаем. Кислород, он идет именно к митохондриям. Он нужен им. Они за счет него делают энергию. Но чем мы старше становимся, тем хуже, как показывают работы с Кулачевой и других сторонников этой гипотезы, ну и просто тех, кто изучает митохондрия, тем хуже они работают. Они начинают как бы подтекать. И кислород, которое опасное вещество, потому что он активный очень, начинает из них как бы вытекать наружу. И это портит окружающие в клетках другие структуры. Клетка чувствует, что с ней что-то не так и убивает себя. Выпускается апоптоз. Соответственно, Кулачев и другие сторонники этой гипотезы считают, что это и есть основная причина старения, что наши митохондрии с возрастом что-то портится в их геноме или в геноме клетки, который регулирует их работу. И из-за того, что наши нейропатические станции прохлят, организм начинает убивать себя. И поэтому там они выпускают все эти вещества, которые якобы защищают от этого. Но пока сложно сказать. Они только в стадии тестирования находятся. Но это один из возможных путей защитить наши митохондрии, чтобы они лучше работали. Дырки в них не образовывались, грубо говоря. Так, дальше. С этой гипотезой очень тесно связана гипотеза свободных радикалов. Вы наверняка слышали, если что-то такое про старение, интересуетесь. Свободные радикалы – это те самые опасные формы кислорода, которые утекают из митохондрии. Кислород, митохондрии, там, протерпевают всякие изменения химические. И в какой-то момент он становится очень активным. У него появляется, если помните, химию школьную, неспаренный электрон, который, за счет него он такой страшно активный и хочет ко всему присоединяться, что только находит. И если он утекает из митохондрии, он начинает активно присоединяться ко всему, что видит. Следующий слайд – вот кислород, собственно, химическая формула, раз уж мы заговорили о химии. Соответственно, гипотеза свободных радикалов, она связана с предыдущей гипотезой аптозы, что в каким-то причинах увеличивается продукция свободных радикалов. И лечение от этого предполагается, конечно же, наверное, сейчас мы скажем правильное слово, в аптеках продаются антиоксиданты. Да, антиоксиданты. Все, значит, срочно бегут в аптеку, покупая, значит, бруснику или чернику, или кто там ее забыл? Глебиха? Не знаю. Короче, вот это все и покупают и считают, что они едят это все и защищают со страшной силы себя от старения. Две новости – хорошая и плохая. Хорошая новость показывает, что да, антиоксиданты действительно до какой-то, ну, на культурах клеток способны замедлить процессы старения аптозы. Да, они помогают, они помогают митохондрию. Плохая новость в следующем. Смотрели люди, которые больны раком, которые страшно заботятся о своем здоровье, тоже принимали эти антиоксиданты. И выяснилось, что антиоксиданты помогают не только нашим клеткам, но и раковым тоже. Потому что раковым клеткам даже больше, потому что раковые клетки постоянно делятся, чем больше они делятся, им нужна энергия, тем больше они задействованы в митохондрии. Поэтому если, не дай бог, в организме есть какой-то предраковые клетки, а они есть у нас у всех на разных стадиях, то поедая, значит, антиоксиданты из аптеки, мы помогаем не только себе, но и нашим раковым клеткам. Поэтому это плохая новость. Исследования показывают увеличение частоты раков, плохих исходов при приеме с лишним антиоксидантом. Поэтому над этим сейчас работают. У чем, наверное, популярная гипотеза, наверняка она работает вместе с остальными. Это призыв, первый призыв, а там дальше будут быть осторожнее с тем, что вы в аптеках видите. Что вроде бы, ой, геропротектор, антиоксидант, это так здорово. Осторожнее. Потому что помогаем не только себе, но и тому, что еще в нашем организме есть чужие, которые они там живут. Так, следующий слайд, пожалуйста. Да, еще одна гипотеза. Довольно новая, но очень такая модная в последнее время. Гипотезы, они разные. Гипотезы старения становятся модными в разное время. Одно время были теломеры, потом вот был страшно, вот митохондрия, паптос, частного кликирования и следующее за ней. То есть тоже иногда читаете новости, отсекаете, что это просто мода очередная. Что сейчас что-нибудь новое найдут и еще добавят. Итак, гипотезы кликирования. Ну, как видно из картинки, она связана с сахаром, с едой, которую мы едим. В чем проблема? Сахар вкусный, он хорошо, только ведет, значит, к ожирению. Ну, это все знают, но есть и другая проблема. Как показывают исследования, уже давно показывают, что сахар, глюкоза, конкретно глюкоза в нашей крови и не только в крови, а даже в пробирке, если мы сделаем, имеет неприятное свойство спонтанно присоединяться к белкам и к жирам, без части ферментов. Ну, так химическая реакция без ферментов идет, так и это. Реакция происходит без ферментов. Это называется гликирование. То есть, можно следующий слайд, он тоже такой сладенький, красивый. То есть, что происходит? Когда вы едите слишком много углеводов, у вас в крови, у вас повышается в крови концентрация глюкозы, потому что вот это быстрые углеводы. Понятно, если вы гречку едите, это так называемые медленные углеводы, они безопасные. А вот быстрые углеводы сразу дарят вам повышение концентрации глюкозы в крови. Организм не успевает утилизировать всю глюкозу, и она долго плавает у вас, какое-то время плавает в кровотоку, пока он инсулин начнет синтезировать. И в это время замечательно присоединяется к разнообразным белкам и портит их, потому что эта шибка, которая образуется между молекулами глюкозы и аминогруппами белков и других биологических молекул, неустранима. Сейчас работают препаратами, которые могут убрать эту шибку. Это еще одно направление терапии старения. То есть попробовать делать препараты, которые разъединяют эту шибку и освобождают белки от противного навеска. Но пока мы не умеем это делать. И если у нас есть навесок, белок выводится из строя, он не работает. Если белок не работает, клетка видит, что он не работает, запускает программу автоза, клеточной смерти, старения и так далее, и так далее. Это не какие-то шуточки и придумки. Это один, например, из маркеров диабета. Люди, у которых есть диабет или преддиабет. Один из анализов – это корректированный гемоглобин. То есть ровно это и смотрят. Что если его много, значит у человека диабет, сахар не может организм его усваивать сахар. Значит инсулин, понимаете, чтобы его лучше усваивать. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, значит, еще дальше. Ухудшую ситуацию. Значит, сладкое нельзя. Поэтому поняли, что много сладкого приводит вот к этому. Ну и плюс, много сладкого расстраивает инсулинную систему. Это тоже важно. Я потом еще дальше про это скажу. Чем больше сладкого уедите, тем хуже ваш организм усваивает сладкое. Потому что он не справляется с такими большими концентрациями. И выводится из строя на систему. Раньше думали, что это может происходить только в организме. Потом выяснилось, что нет. Что эта глюкоза, гораздо такая, может присоединяться к белкам и глюкидам при термической обработке. Ну вот тут, собственно, показано, что когда. Все считают, что овощи гриви – это так полезно. Или мясо на гриле – полезно. Или яблочко в духовке запечь – полезно. Да, это же, ну, полезно. Это же, ну, так, полезно. Это не так. При термической обработке выше 120 градусов глюкоза, эта реакция глюкирования замечательно протекает. С еще большей интенсивностью, чем в организме. То есть, когда вы запекаете себе кукурузку, сладкую картошечку и мясо на гриле, то, что вы поедаете, вот эта корочка – это, так называемые, конечные продукты глюкирования. Это вот то самое белочки, которые связаны с остатком глюкозы. Какое-то время думали, что, ну и что, это же не наша кровь, ну и ладно, ну и будем есть ничего страшного. Но исследования показывают, похоже, что они тоже вредят. Похоже, что когда мы изнаружи наш организм загружаем продукты глюкирования, то он тоже реагирует не лучшим образом и тоже запускает вот все эти процессы, о которых я говорила ранее. Ну и плюс само по себе потребление жирной, ну животной жира в основном, и сладкой пищи приводит к сосудам, бляшкам сосудов. Бляшки сосуды вызывают хроническое воспаление, я дальше об этом скажу, а оно провоцирует все те же процессы старения, о которых мы говорили выше, что клетки реагируют и запускают хроническое воспаление, как цель которого уничтожить больные клетки. То есть опять то же самое, уничтожать клетки, которые приводят к старению. Следующий, пожалуйста, слайд. В итоге это были основные гипотезы, которые рассматриваются на сегодняшний момент. Там есть другие, которые появлялись, исчезали, там кто-то может Дильмана, если кто-то в этом в теме. Ну сейчас серьезно уже на это никто не смотрит, на эти смотрят более-менее серьезно и их изучают. Скорее всего верны они все. То есть они работают все в разной степени у разных людей. Но если там все время есть сахар, наверное, вы там перевесите в сторону гликированности. Если у вас что-то там не так с генами, с теломерами, с теломерами, то будет таз. Так и гипотезы, скорее всего, работают все. В итоге тог один. Значит, что происходит при старении? Вот то, что я говорила. Запускается хроническое воспаление. Значит, наши клетки иммунные реагируют на вот эти очаги неправильно работающих клеток, начинают их уничтожать, заодно уничтожают здоровые, ну потому что хронические воспаления. Постоянная реакция, которая засуды портит и уничтожает здоровые клетки. Ничего хорошего в этом нет. Уменьшается пул стволовых клеток. Пока мы не знаем, почему это происходит. Возможно, для того, чтобы замещать те клетки, которые больше не могут делиться. Но, в общем, пул стволовых клеток истончается. Чем старше человек, тем меньше у него пул стволовых клеток. У нас у всех есть стволовые клетки. Те самые волшебные стволовые клетки у нас у каждого есть. Ну, например, упоминавшись, как я говорил про костный мозг, про кровь. Вот на стволовке крови ровная стволовая клетка костного мозга синтезируется. Есть и другие. Нарушается работа органов и тканей в связи с тем, что мы убиваем кучу клеток. Увеличивается риск экологических заболеваний. Вот отчасти из-за того, что теломеры укорачиваются, в этих клетках система ремонта пытается сшивать для тка, ничего не получается, клетка сходит с ума, становится раковой, и все сопутствующие последствия. Возникает вопрос. Следующий слайд, пожалуйста, со всем этим. Ну, что же делать? Вот так много причин, по каким у нас, значит, способам, каким эволюция нас выводит из игры, чтобы мы не покидали ресурсы тех, кто придет за нами наших детей. Она постаралась, как мы видим. Там много всяких процессов. Ну, не то, что она постаралась, просто так получилось. Ну, понятно, что если мы говорим о Елизавете, ее дочке, и люди с ума что-то не так с теломерами, тут ничего не поделать. Вот если у вас что-то не то с генами, вот как касаемо этого, то, к сожалению, люди, которые, у них удачные варианты генов, они могут пить, курить, и это не сильно на них повлияет. Им хорошо. Сейчас есть несколько проектов в Англии, в Нидерландах по исследованию этих людей. То есть они берут долгожителей, берут их полные геномы, секвенируют, ну, расшифровывают, и смотрят, что же у них не так, как у других. Пока есть только предварительные результаты, там было много, что нашли. Они, в частности, у них другие системы, помните, я упоминал, инсулин и сахар. У долгожителей, почти у всех, немножко другие варианты инсугенов, инсулиновой системы. Их организм лучше справляется с избытком сахара. И поэтому предотвращает все вот эти последствия, которые там сладкая еда может нести и все такое. Но это им повезло. Что же делать тем, кому не так повезло? Или мы не знаем, повезло нам или нет, пока их до 90 не доживем. Тогда повезло. А что делать остальным? Ну, есть разные, естественно, варианты. Следующий, пожалуйста. Ученые не зря работают. Если бы лекция была пять лет назад, я бы вам сказала совершенно уверенностью, что сто пудов есть отличный способ защититься от старения, как проверенный научными исследованиями и так далее. Способ называется ограничение калорийности. Если пять лет назад я бы вам говорила, что все, это вот все работает. Сейчас не все так просто. Сейчас доберемся к тому, почему не просто. Что означает ограничение калорийности? Ограничение калорийности означает снижение количества энергии, которую вы получаете из пищи. Калорий меньше надо есть. Но меньше не значит, что если вы чай с четырьмя ложками сахара привыклить, то надо теперь с тремя. Нет. Это речь идет вот в этом способе борьбы со старением о радикальном ограничении. Например, на 30 процентов. Сократить свой рацион калорийности. 30. Откуда взялась эта цифра и о чем мы говорим? Следующий сайт, пожалуйста. Еще раз нажмите на таву. Впервые вы заметили, что ограничение еды, по идее, должно плохо скататься на организме. Организм голодает и умирает вроде бы так. Но первый раз вы видели это вот вековские дрожжи. Вот когда вы пиво пьете или хлеб печете, вот это они. Так они выглядят, так они размножаются. Когда то ли по ошибке, то ли еще по каким другим причинам исследователям сахарку не доложили в среду, в которой они растут. Ну бывает. Оказалось, что они вместо того, чтобы хуже себя чувствовали, вдруг начали дольше жить. Ну у них тоже есть там свои маркеры долгожительства. Они начали дольше жить. Причем не просто так, а 25 процентов. Это много. Ученые заинтересовались этим, стали пробовать на других организмах. Следующий, пожалуйста. Это крупный червь, нематода, цинорамнические ребятцы. Еще одно популярное животное, на котором сделано тоже огромное количество опытов биологических. Естественно, это следующее животное, на котором тестируются разные перспективные гипотезы. Следующий слайд. В смысле эта кнопочка? Нет, обратно. Да. Когда им заставили голодать, им удалось продлить жизнь аж на 80 процентов. То есть они жили фактически в два раза дольше, чем черви, которые питались. Не знаю. Пузы тут, наверное, нельзя сказать. Потому что пузов у них как такового нет. Но, в общем, питались нормально. На 80 процентов. Тут уже стали изучать, что с эффектами. Почему голодание так влияет. По крайней мере, есть исследования, которые показывают, что оно работает на все те же системы. Инсулина и обработки сахара. Нашли гены, которые изменяют работу при голодании. Они связаны с инсулиновой системой. У них есть аналоги нашей инсулиновой системы. Когда их генетически выключили, ну, изменили генетически, получили тот же эффект. Они еще больше продлили жизнь червякам, которых были изменены эти системы инсулиновой и инсулиновой системности. То есть похоже, хотя бы отчасти, по крайней мере, на червях, голодание помогает нашему организму лучше перерабатывать сахар и все плохие вещи, которые с ним связаны. Дальше. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, это мышка. С ней, значит, то же самое. Посадили на голодные и поем ее несчастных мышек. И мышкам удалось продолжить жизнь на 30-40%. То есть, ну, мышки жили вот тут на 40%. Вот тут мышки жили голодными почти 4 года. Но, соответственно, на полтора раза меньшем парке. На 30%, ну, не полтора раза, а на 30% им снижали диету. Вот где-то вот на этой стадии, когда это выяснили, все у нас начались первые вот эти истории, что, чтобы защититься от старости, протяжить два раза, надо перестать есть. Этузиасты были, которые переставали есть. В целом, ничего хорошего, плохого в этом нету, потому что современные люди сильно переедают. Есть исследования, которые показывают, что мы где-то на четверть недооцениваем, сколько мы съедаем. То есть, если я вас спрошу, сколько вы калорий съедаете, вы скажете, ну, 2500, например. Ну, значит, можно гарантировать, что вы съедаете больше трех. Ну, вот так. То есть, снизить не лишнее в любом случае. Но пока это рановато начинать, так уж реагировать, глядя на мыши. Естественно, нужны были опыты на обезьяны, в первую очередь. Их сделали. Следующий слайд. Вот это макаки-резусы, которые сидят в институте Бескольсона Мэдисона, который с 1987 года взял 120 мартышек, половину перестал кормить. Ну, в смысле, кормил, но не очень. Вы можете легко понять, какая из мартышек корзленная, какая нет. По внешнему виду, да. И 20 лет эти мартышки вот так, конечно, у них и жили. 20 лет, вот это значит, ну, ясно, да. Одна мартышка такая напряженная, стройная и голодная, а другая мартышка такая расслабленная и сытая. Ну, 20 лет продолжался этот эксперимент. И было очень громкое объявление результатов. И по результатам этих исследователей получил, и вот как раз Кулачев цитирует эту работу в своей книжке, получилось просто, что мартышки, которые не жравши, 20 лет жили, у них увеличилась как средняя, так и максимальная продолжительность жизни. Более того, у них, они выглядели вот более здоровыми, якобы у них там шерсть была лучше и биохимически показательно лучше. А вот эти мартышки, которые ели нормально, умирали, как обычные мартышки. То есть они меньше жили в среднем и максимально. Был большой флор, все стали голодать, кто следит за этим. Но потом подосмели результаты второго исследования, которое в другом институте шло, национальный в Америке институт старения. Там тоже пример такой же эксперимент, тоже мартышки, но там получились совсем другие результаты. Они тоже так же половине не давали есть, половину кормили нормально, но показали, что никакого радикального увеличения продолжительности жизни не произошло. Что мартышки, которые сидели на голодном байке, просто были чуть здоровее. Ну, у них там меньше было жиров, сахара было меньше крови, там диабет позже начинался, все такое. Но они умирали примерно тогда же, как дали обычные мартышки. Насчет максимальной там у них не было, потому что они еще не все умерли. Поэтому мы не знаем, может быть максимальная продолжительность жизни увеличивается. В общем, такие расхождения говорят не о том, что первые все придумали и насочиняли, говорят о том, что надо еще работать над голоданием. Потому что, по одной из версий, дело не только в том, сколько вы не едите, но и что вы едите из того, что вы, вот эти остатки жалкие крохи, калорий, важно в том, что именно вы едите. Потому что у них был, у этих мартышек из двух институтов, немножко разный рацион. Ну и плюс у бесконечно Мэдисона, они были первыми, которые толстая мартышка, они их вообще не ограничивают в еде. То есть они были все с ожирением. И они сравнили мартышам с ожирением, на самом деле, и мартышам, которые не доедали. Есть нормальные сравнивания, у которых нет ожирения, там не было таких уж блестящих результатов. Но, тем не менее, они были чуть поздоровее. Поэтому, с ожирением, тут с гипотезой ограничения калорийности в последние годы все стали поосторожнее. Возможно, разница в том, что мыши живут в два раза дольше, а обезьяны только чуть поздоровее, в том, что мыши такое маленькое существо и живет оно мало. И механизмы запускаются одни и те же. Но если… Какой механизм предполагается основной? Что голодание – это стресс для организма. Организм немножко напрягается, когда голодает. Начинает сберегать свои ресурсы. У него альпохондрии лучше начинают работать. Он начинает заботиться о том, чтобы обновлять содержимость своих клеток. Аутофагия это называется. То есть подъедать весь мусор, который накопился в своих клетках, потому что энергии мало, он экономит. А когда энергии много, он… Ну, мусор, мусор. Мусор. Основной такой – это стресс, который заставляет немножко модифицироваться, мобилизироваться, чтобы дожить до того, как голод кончится. Это эволюционные механизмы. Но у мышек, до того, как голод кончится, год проходит, это полжизни мышки. Год у нее организм это все делает, ну и она умирает, как бы прожить лишний год. То есть в два раза увеличить продолжительность полтора. А у обезьяны год – это одна двадцатая ее жизнь. Поэтому и нет никаких радикальных изменений. Потому что мышка… То есть примерно тот же механизм, но у мышки он заставляет ее держаться столько же, но для нее это половина жизни. А для обезьян это ничего, несколько месяцев. Поэтому с голоданием надо быть поосторожнее. Хотя, я говорю, в любом случае для современных людей это полезно. Следующий слайд, пожалуйста. Но вот я говорила, что важно не только, что мы не едим, но и что мы едим, когда не едим. Вот это спортивная добавка, кто ходит во всякий спортзал знает, это метионин. Метионин – это незаменимая аминокислота, с которой начинается синтез всех наших белков. И когда наши скачки ходят в спортзал, чтобы новые белки синтезировались лучше, они едят метионин, потому что не хватает его из пищи. А мы можем его улучшить только снаружи из пищи. Так вот, существуют данные, что это как раз вредно, и что избыток метионина в еде – это приводит к старению, раннему и умиранию. По какой причине? Следующий слайд, пожалуйста. Вот такая сложная причина, я не буду объяснять, что это означает. Да. Я объясню очень в общих чертах. Наш организм запрограммирован отслеживать, как мы, что мы едим, потому что он реагирует на это. Когда мы растем, мы дети и мы растем, нам нужно строить новые белки. Ну, потому что мы растем и включимся в размер. Как организм отслеживает новые белки? А вот как раз по метионину, по другим белкам. Он смотрит – ага, много метионина. И включает, вот там написано «Эмотор» вверху. Специальный белочек под названием «Эмотор». Белок активизируется, заставляет клетки наращивать новые белки, синтезировать клетки, размножаться и так далее, и так далее. То есть мы растем. Когда метионина мало, Эмотор неактивна, новые клетки не синтезируются, белки не синтезируются, организм понимает, что голодуха наступила, надо бы почистить старые клетки. И занимается тем, что чистит свои старые клетки. То есть обновляет себя, выкидывает мусор, убивает предраковые клетки и так далее. То есть держится молодцом и не стареет. Если много энергии, много белка снаружи, он не считает нужным заботиться о себе, не убирается в квартире своей, заплавляет ее. Итог один – что мы стареем. Откуда мы берем метионин? Ну, если мы непонятные добавки не едим, в качестве спортзале, у него полно пищи. Следующий слайд, пожалуйста. И вот сторонники гипотезы, и там еще раз, да. Сторонники гипотезы об ограничении калорийности, ограничении метионина из еды, говорят, что начинают исключить на сыр. Дальше. Молочные продукты – основной источник метионина, и заодно очень активного сахара галактозы, который делает, например, гликирование от галактозы гораздо более интенсивно происходит, чем от глюкозы. Дальше. Что еще у нас нельзя? Да. Мясо нельзя красное, в нем много метионина, основной источник пилка. Еще чего нельзя, да. И корочка тоже нельзя. Корочка тоже много метионина. Вот они говорят, сторонники гипотезы. Вот здоровое питание. Вы не должны есть много, вы не должны есть все вот это, потому что там много метионина, и в целом много белка, организм не обновляется, когда вы едите все вот это. Вы не должны есть сахар. Сахар мы раньше запретили, и жирное тоже. Следующий слайд, пожалуйста. И тогда вы будете худые, радостные, выжить очень долго. Вот приблизительно к этому сводятся сейчас рекомендации, не медикаментозные рекомендации, для того, чтобы поддерживать свой организм долго молодым. То есть ничего не едим, сладкое нельзя, вообще практически ничего нельзя. В целом, ну это так, я утрирую, действительно много чего нельзя, но если вы посмотрите, это очень близко к диетам стран долгожительных, стран, у которых характерна длительная продолжительность жизни. Ближайшая к вам Япония, в которой нет молочных продуктов, сыр у них сольный, тофу, они едят много рыбы, там курицу и красное мясо не очень много едят, и скандинавия, господи, с резиноморью. С резиноморью тоже, в общем, в ту сторону приблизительно диеты есть. То есть вообще-то ничего нового, просто объяснили, почему же они так долго живут с этой диетой. А вот, видимо, поэтому. Но совершенно очевидно, вот так я смотрю, погрустнее любиться-то, что нафиг оно надо так жить долго, вот так, да? Ничего нельзя, мясо нельзя, молоко нельзя, сладкое тем более нельзя. Это грустно. Безусловно. Грустно. И людям, которые изучают старение, тоже грустно. Поэтому, конечно, они понимают, что вот это не особо продажно, а? Не ешь ничего, вы уже тут месяц на молодых. Это не продаётся, а продаётся некие препараты. И, конечно, сейчас люди, которые занимаются старением, пытаются имитировать голодание и изменения в организме, которые происходят при голодании, при помощи препаратов. На это сейчас нацелена, в основном, вся индустрия, которая занимается гиропротекторами по-настоящему. Гиропротекторы, которые барны, которые неизвестно вообще что там, никто не берётся, не ручается сказать. А настоящие гиропротекторы, они занимаются тем, что ищут препарат, который мы как будто бы обманывали организм, то есть делали тот же эффект, как будто мы не едим, а на самом деле едим. То есть в идеале, в дорогом будущем, мы будем есть сахар, мясо, все, что хотим, забиваем в гордочках таблеточек, и так все будет хорошо. Но это в идеале. И, очевидно, следующий слайд, пожалуйста, вот, да, соответственно, медикаментозные препараты. Я сейчас буду назвать некие названия, и тут вот осторожно, у меня вообще обычно я убираю названия, но тут я просто предупреждаю, взываю к вашей сознательности. Там вот у нас некие препараты, которые нельзя покупать без показаний. Это препараты против тяжелых заболеваний. Я ни в коем случае не говорю, что их надо принимать. Не надо. Их дают людям с болезнями. Я говорю о том, что эти препараты сейчас активно находятся в стадии клинических и разных других лабораторных испытаний, потому что они показали себя перспективными, как геропротекторы, потому что они так или иначе мигрируют эффекты того, что мы ничего не едим и вообще негурации жизни у нас нет. Понятно, теломеры мы не можем пока поменять. Это дело потом в будущем. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Не покупайте их, не бегите их есть. При нем приемах, естественно, без показаний и с неизвестно каким режимом навредит вам вплоть до разных трагических исходов. Не надо это все покупать. Можете посмотреть просто в интернете разные исследования по этим препаратам. Первое – это метформин сверху нарисован. Это препарат, совершенно неудивительно, почему это метформин. это препарат, который назначают диабетикам. Людям, у которых нарушена система инсулин-резистентности и обработки сахара. И исследователи показывают, что некоторые диабетики иные живут дольше, чем не диабетики. Потому что, несмотря на свой тяжелый болезнь, это связывает отчасти с эффектами метформина, что он активизирует определенные белки-регуляторы, которые помогают организму лучше усваивать сахар. То есть лучше чувствовать, что есть сахар, лучше синтезировать инсулин, лучше не дают синтезировать лишние жиры и так далее, и так далее. То есть метформин – это такой метаболический препарат, который имитирует, как будто бы мы не едим, спортом занимаемся, потому что спорт нам тоже помогает в нашу сильную систему держать в порядке. То есть сидим на диване, едим картошечку фри, едим какой-то препарат будущего, и значит, у нас организм думает, что все в порядке. Еще один препарат, тут нарисованная формула химическая, это рапамицин – это иммунодепрессант. Он назначает людям, у которых присадка органов какая-то. То есть им пересаживают почку, например, не знаю, что пересаживают, например, на почку, и чтобы организм ее не отторгал, пьют в больших дозах этот рапамицин. Что он делает? Он ингибирует тот самый белок Эмтор, о котором мы говорили. То есть он, организм как бы говорит, нету новых белков. Мы ингибируем Эмтор и говорим, нету новых белков, разбирайся со своими. Давай обновляй свой организм, уничтожай всякие накопленные обломки, обрывки белков ДНК и так далее, не давая клеткам портиться. Соответственно, это приводит к омоложению организма как бы изнутри. Да, поэтому есть какие-то данные, что мыши, которые вроде бы бьют этот иммунодепрессант, иммунодепрессант, по идее, более активно реагируют на вакцинацию, потому что у них как-то хитрым образом начинает работать иммунная система. То есть нам еще надо изучать, изучать, как он действует, но у него есть гиропротекторные свойства на живот, у них на живот, на любви, на любви, на любви, на любви, на любви. Вот дальше Эмупрофен. Почему тут Эмупрофен? Эмупрофен это препарат, который уменьшает воспаление. Но мы убьем, когда у нас температура. Соответственно, уменьшение хронического воспаления, о котором я говорила, который есть один из основных показателей того, что мы стареем, приводит к тому, что организм чувствует себя лучше. Еще раз, это не значит, надо бежать в аптеку за Эмупрофеном и пить его, не знаю, в каких количествах, в каких дозах и так далее. Но есть данные, и это сейчас исследуется, как гиропротектор, Эмупрофен и прочие нестероидные противовоспалительные препараты, которые помогут организму дезактивировать иммунную систему, которая реагирует на всякие скобляшки сосудов и прочее, и этим только улучшает ситуацию. То есть дальше разрушает сосуды, провоцирует ракцифная реакция от хронического воспаления. То есть вот три пути основных, в сторону которых работают фармкомпании, которые в теории должны нам помочь вести нормальный образ жизни, не ограничивать себя радикально в еде, и у тебя все это прочее удовольствие, и при этом оставаться молодыми. Ну, следует читать, пожалуйста. Все это звучит, наверное, то есть если вы читаете сайт про защитное старение, там начнут так, что скоро мы победим. Нет, не похоже, что мы скоро победили прямо радикальное старение. Безусловно, скоро мы уже сдвинули продолжительность жизни с 30 до 70, и скорее всего в ближайшие годы сдвинем еще в разных странах типа Японии, там уже она 80 и дальше. То есть она довольно низкая, например, в Америке, из-за, как считают, в первую очередь диеты. Что они, диета, вот это все гликирование, у них и ожирение, поэтому, несмотря на хорошую медицину, живут они не так долго, как японцы. Но, в целом, как-то это может звучать не очень, и вот этот слайд призм показает, что на самом-то деле мы очень далеко продвинулись, и мы постепенно, и на нашем веку мы это застанем, двигаемся в сторону все больше и больше на 10 и более лет увеличения средней продолжительности жизни. Вот примерно так по описанию, если вы вспомните, у Пушкина мама Татьяны Лариной, помните Прасковья Ларина, милая старушка, да? Вот милая старушка Прасковья Ларина, если бы посчитать, сколько ей было лет, по самым таким подсчетам, вот таким оптимистичным, да, ей было около сорока. Милая старушка Ларина, ей было около сорока лет. А Байзаковский возраст, все сидят, ну, как дамы, которые, там, глядят, пролетут себя и заботятся, чтобы выглядеть молодо, пытаются, что очень не любят, если там Байзаковский возраст говорят, да? И сразу уже понятно, все, конец всего, конец личной жизни, все, Байзаковский возраст, это уже фактически надо идти в гроб заказывать. Кто знает, откуда взялась Байзаковский? Тридцать, да. Героиня, да, героиня романа «30-летняя женщина» было тридцать, там, с небольшим лет. Поэтому понятно, что мы очень далеко уже продлинулись, и мы на нашем миле еще увидим еще удовлетения, и вы уже, мы уже все проживем еще дольше, чем те, кто есть, потому что мы еще что-то сделаем, люди уже начинают задумываться о своей диете, подоспеют препараты скоро, и медицин нам помогает. Поэтому, нет, 500 лет мы жить, скорее всего, не будем, не похожи. Мы пока не понимаем генетических. А основ это долгожители. Нам дают надежду, что изучим, как следуют вот те проекты. Они пока живы, понимаете, поэтому сложно сказать. Вот эти долгожители английские, там, 100 долгожителей в Ниберландах, по-моему, 40, их изучают. Когда мы пойдем, разберемся, мы можем быть в далеком будущем, когда нам разрешат индифицировать нас самих, мы научимся прогревать себе жизнь еще больше. Но тут возникнет вопрос, а надо ли это? Потому что мы помним, что мы стареем, потому что нас много, и мы конкурируем за ресурсы. У нас уже 7 миллиардов, и если эти 7 миллиардов не собираются стареть, а народятся новые 7 миллиардов, не знаю. В общем, сложный вопрос. Надо ли это двигать дальше. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Давайте вопросы. Диметил, аминодетанол, не могу сказать, что это, геропротектор, что это. Ну да, это сейчас как-то его там. Ну вот смотри, сейчас их много. Вот тут надо быть внимательным. Если вы откроете интернет, вы увидите миллион сайтов, посвященных этому. Там, не буду их называть, их много. Есть некоторые из них, которые получше, со ссылками на исследования, а есть некоторые, которые похуже. И вот там много разных всяких веществ, что типа «прими, и тогда сюда будешь половечно молодой». Я подчеркиваю, я уже это говорила, на сегодняшний день не существует никакого вещества, который ученые сказали, вот его принимают три раза в день после еды, и он продает тебе жизнь. Все эти вот вещества, о которых я говорила, они на стадии испытаний. У них были показаны геропротекторными свойствами других животных, на культурах клеток, на людях с тяжелыми заболеваниями, но неизвестно, с какой дозой их принимать, с какого возраста. Например, про мартышек, кстати, про ограничение калорий. Еще что интересно, чтобы ограничение калорий работало, если мартышки переставали есть во взрослом возрасте. То есть пока вы растете молодой, наоборот, если вы ограничиваете калорий, то организм не вырастает здоровым, он не получает важных веществ. Поэтому пока нормально, пока расслабаемся, еще немного, еще лет 10 едим, потом начинаем ограничивать себя. Поэтому будьте внимательны, не принимайте ничего, пока не существует никаких препаратов. Еще вопросы? А чеснок? Если вам нравится вкус чеснока, и вам нравится, как вы пахните после того, как едите чеснок, вы принимаете, но никаких данных, что... Лолицы, 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 лолицы. Можно спросить? Да. Вопрос такой. А сохранялась ли репродуктивная функция этих голодающих мартышек, мышей? Они, по-моему, их не размножали, не смотрели. Это у мышей, да, вроде бы там сохранялось, но у мартышек нет особенно. То есть, ну, мартышки в целом, у них дольше она вообще сохраняется, чем у людей. Поэтому тут данные неизвестные. Как реальное голодание? Ну, в целом, можно предположить, что, наверное, когда у них в целом показатели были лучше, то, думаю, что немножко продлевается. Маша решила поголодать и родить? В твои 60 уже опасно. Как раз когда беременны, не надо ограничивать себя сильно в еде, чтобы отдать. Вопрос. Да, это еще один негативный аспект того, что мы продлеваем себе жизнь. Вот первое, я сказала, что нас становится слишком много, мы конкурируем с ресурсами, поэтому чем меньше мы будем умирать и стареть, тем тяжелее нам будет жить. И второй, наверное, хороший вопрос. Например, вернемся, вот с вами времена старушки Лариной, которая в 30 уже все как бы, то есть я уже все, у меня больше 30. Я милая старушка перед вами выступаю. Но если мы посмотрим эти времена и раньше, мы увидим, понятно, там отрывочная статистика, но тем не менее, количество раковых заболеваний гораздо-гораздо-гораздо меньше, чем сейчас. Альцгеймер это вообще было какое-то там, как бы, множество и новинка. Почему? Потому что это все болезни старости. Потому что молодые не болеют, ну, нет, есть рак молодых, некоторые определенные там, гибели раков, но в основном это болезнь пожилого возраста. У нас в Альцгеймер теперь все досятся в фармкомпании и куча исследований занимаются Альцгеймером, потому что, ну, и Паркинсоном. Потому что мы становимся старше, а это болезнь стариков. То есть раньше вообще понятия не имели, что это, потому что не доживал никто у Альцгеймера. Сейчас мы продлим себе, вот мы до 70 уже продлили, и где-то с 65 уже деменция, полный рост Альцгеймера, у кого-то Паркинсон, ну, разные неприятные болезни. Сейчас мы еще десяточку прибавим, и да, вероятно, мы найдем что-то еще. Просто потому что мы пока не знаем, что там за этим пределом еще через 10 лет, потому что пока мы от них никто не доживал. Поэтому, да, есть вероятность, что сейчас начнутся еще какие-то заболевания, и надо будет уже их лечить. То есть старички будут требовать еще больше денег на себя. А скажите, вот, ну, следует эта теория, получается, если какой-то вирус попал в организм, я поголодал, они с другой клеткой все выдали? А я думаю, прицелили, что сдохли? Я не виду вирус, две клетки в организме все, поголодала, но они питания и энергии не получили, сдохли. Нет, за 3 дня это не работает, мартышки 20 лет голодали. И если их лечить, то... Нет, как раз, если у вас, я понимаю, да, ваша идея убить все больные клетки, но они умирают невыборочно, они умирают, как бы, ну, те, которые послабеют, и вообще все подряд, и здоровые, и больные умирают. Поэтому как раз, когда у вас грипп, если вам не хочется есть, то не ешьте. А вообще говоря, если вы голодные, надо есть, потому что организма... Грипп как проходит? Иммунная система борется. Она сама убивает клетки. И если сил не будет, энергии, то... Ну, в общем, нет, голодание, мне лучше сплоть борьбу с гриппом. Мы даем энергию всем клеткам. Вот вы идите, у вас, как бы, в нашей организме распределительный пункт такой. Он распределяет всем вашим клеткам энергию. Вы ходите, говорите, если вы в спортзал ходите, конечно, к мышцам идет первое. Говорите, как будто это что-то плохое. Нет, это нормально вообще. Но если вы в спортзал ходите, у вас, конечно, идет больше энергии к мышцам. Нет, это болеть не надо, можно заразить других. Если вы сидите дома, там, за компьютером, но вы думаете, у вас мозг управляет. Нет, грипп это другое. Вот грипп это... Скоро, как уже говорили, приедет вам Алексей Водовозов, вот его про грипп спрашивайте. Он блестяще рассказывает про грипп. Он будет, он вам расскажет. Да, пожалуйста. А можно сделать вывод из следующего исследования? Если современному человеку снизить рацион на 25%, это приведет к общему отравлению и продвижению жизни? Очень хочется, конечно, сделать этот вывод, но я говорю, что строгих данных на людях пока таких нет. Потому что, ну, я думаю, что скоро кто-нибудь согласится делать такое исследование. Потому что, ну, мартышки 20 лет обладают. Ну, мартышечку можно в клетку смотреть, 20 лет не кормить. С людьми там все сложнее. Как провести строгое исследование, как посмотреть, что он там ночью, знаешь, днем такой. Типа, я обладаю. Ночью под холодильником. Ну, как многие делают. Довольно сложно в данном случае сделать какое-то строгое исследование. Но, в целом, ну, вот на мартышках, да, у них немножко улучшились, оздоровились все функции крови. Может быть, и крови, и организмы, и показатели организма стали лучше. И то самое системное распаление уменьшилось. Что тут надо, ну, это в целом вообще полезно. Потому что, ну, радикальное снижение малориогенстрационного приятно. Вот, у меня это не тема. Это сыр, да, поменьше. И все равно нету сейчас. Нормально. Можно есть. Радикальное, вот многие после этого такие, все, буду голодать. Вот радикальное голодание приятно. У меня есть там другая лекция про жир и так далее. И там я рассказываю этот пример замечательный. Радикальное голодание. Есть такое американское шоу. The Great Loser называется. Но, значит, там берут очень толстых как бы людей. Там по 100-200 кг. И они подписываются на то, что полгода вот практически вот этот эксперимент. То есть они полгода с диетологом, с фитнес-тренером, там по 5 раз в день, поскольку 5 часов в день там тренируются на беговой дорожке, ничего не едят. Радикально ограничиваются с игрецом и худеют. Потом, значит, они такие, ну смотрите, закрытый сквозор, там как бы, ну в интернете есть. Какие они стройные и хорошие. Ну и вот как раз учебные, которые занимаются этими вещами, подумали, ого, это классный материал для исследования. И решили найти этих людей, которые, вот понятно, что их мало, но там несколько, там их 5-6. Но тем не менее, иногда интересный материал-материал исследований. И они их нашли. И что оказалось? Первое, что оказалось, что все кроме одного обратно набрали. То есть вот они весили по 200. Они все, значит, опять стали весить 3. А? Все... Да, там какие-то какие-то жуткие цифры совершенно. Стали обратно... Все кроме одного один, который себе сделал резервцию это шунтирование желудка. Ну то есть обрезанную часть желудка, или закрупную петлю это сделал. Он один продержался. И он один такой ездит в мотивационный спикер. Все, и так здорово худеть. Ну... Да. Но что более интересное они увидели? Они увидели другое. Что у нас есть такая штука, называется базовый метаболизм. Это кто вот, да, читал, слышал про это? Это что такое? Это сколько наш организм потребляет энергии, когда вот я просто лежу на диване, телевизор смотрю, и даже пульт не переключаю, чтобы энергию потратить. А вот просто лежу на диване. Наш организм все равно требует энергии. Потому что мы дышим, у нас обновляются клетки, волосы растут, ногти растут. Происходят разные биохимические процессы. Все работает. То есть нам вот сердце бьется. Нам нужно некоторое количество энергии на поддержание этого всего. Это вот называется базовый энергетический какой-то баланс. Соответственно, он... Чем он? Он у какой-то нормы есть. И вот они проверили этот энергетический баланс у этих ребят, которые сбросили за полгода, там больше чем... В два раза больше я вешал целиком. Я, они за полгода сбросили в два раз больше. И они посмотрели, что происходит. И они увидели, что такое радикальное голодание привело к сдвигу базового энергетического баланса. Это что означает? Что теперь у них базовый энергетический баланс, предположим, в норме он, скажем, 600 килокалорий. А у них он станет, например, 300. То есть это означает, что если они теперь вот хоть едят маковую крошечку и чуть-чуть больше, они немедленно, их организм стрессированный, жуткий и страшный голодание начинает все запасать. Поэтому теперь эти люди обрекли себя либо на шруктирование желудка, либо на вечную жизнь без еды. Потому что их организм, они сбили себе вот эти настройки. И пока мы никто не знаем, как вернуть эти настройки. Поэтому это в виде радикального голодания. Поэтому и речь идет на четверть. На пятнадцать, двадцать процентов. Но никак не тридцать, никак не половина. Как не иногда. Особенно лето. Лето же все потеплело. Пляж. Сейчас я перестану есть на два месяца, и его следствие стало устроенным. Не надо, это не то, что вас приблизит к молодости вечной. Такие проблемы создать. Пока мы не знаем, что с ними делать. Кто не знает, как раздвинуть обратно этот баланс. Он уже несколько лет такой. Поэтому бедняжки. Просто чтобы, извините, чтобы улучшить качество жизни, недостаточно употреблять меньше быстрых углеводов, как то сахары, какие-то нитерские изделия, плюс большое количество жира, и придерживаться типа средиземноморской или японской диеты. То есть, ну, примерно так. Да. В целом, примерно так. Это в целом хорошо. Не факт, что мы все сразу по 90 лет начнем жить, но мы точно станем здоровее, потому что мы уменьшим всякие нехорошие процессы, связанные с сахаром, о которых я говорила, с инсулино-резистентностью, диабет, которая основная причина смертности. Его, ну, одна из основных, я одна из третьих, по крайней части. Ну, и в целом полезна некая физическая активность. Она тоже показывает, если посмотрите Американская ассоциация диетологов, Американская ассоциация сердца, у них есть рекомендации и данные исследований, что если у вас проблемы с сердцем начались, то можно немедикаментозно улучшить показатель до 30-30% за счет диеты и физической активности. Но опять не марафонский бег, сейчас я пробегу марафон. Я вот пыталась пробежать, а теперь почти инвалид, так с виду не скажешь, но тем не менее. А вот аккуратно физкультурно, то есть сал иногда может. Как раз я об этом. Ирина, да? Когда приходит сахар, имеем в виду и сахар, вот ради нас? Да, кстати, хороший вопрос, а что я имею в виду под сахаром, потому что сахар иногда можно трактовать расширенно, да? Под сахаром мы имеем в виду глюкозу, сахарозу, ну, в смысле сахароза это кубики рафиналов, это сахароза, это глюкоза и фруктоза связанные. Соответственно, мы имеем в виду именно эти сахара. Именно быстрый. Проблема в том, что любой сахар, то есть мед и фрукты, это фруктоза, сахар обычный, это сахароза, то есть глюкоза и фруктоза. Вопрос не в том, что мы едим, а в любом случае нам нужны сахара как источник энергии. Вопрос в каком они виде. Если мы съедаем источник сахара, то глюкоза, у нас еще в слюне амилаза, даже в слюне, если мы на картошку съедаем, уже очень быстро, мы только проглотили кусок сахара, организм расщепил, но глюкозу и фруктозу, там она фруктоза, тоже дальше метаболизирует. У нас в кровь поступила глюкоза. Сразу. И вот это плохо, пик инсулина. Организм говорит, ой, мамочки, как много глюкозы, надо быстро-быстро инсулин. И он пока это все сделает, глюкоза плавает по крови, вот это все делает с гемоглобином, что она делает, и все вот эти тропические язвы, диабетик, это все оттуда же. Если мы едим, скажем, кричку, который, по сути, ну, как бы, организм тоже разрезает ее в конце концов до глюкозы. Но пока он это делает, глюкоза медленно высвобождается, и она не успевает повредить. Ее чуть-чуть высвободилось, организм, хватит ее клетки, оп, и захватили, наверное, без нее делают. То есть, главное избегать большого количества свободного глюкозы, который подплавает у нас в крови. Поэтому сахар, по-любому он сахар, мы куда деваться, мы из него, так мы устроим, такая система дурацкая, что мы получаем энергию из того, что нам вредит, если мы это делаем неправильно. Поэтому лучше съесть тарелку каши, чем одну конфетку, которая по флоридности то же самое будет. Но я понимаю, что конфеты вкуснее. В средних веках же не было такого сахара. Что? В средние века не было такого сахара. В средние века не было, они свеклу там что-нибудь такое получали, фрукты, например, один из источников сахара. Все считают, что фрукты это ЗОЖ, и особенно свежевыжатый фруктовый сок, по которому сахара больше не на норму. Поэтому нет, там есть, но и потом, когда мы говорим о средних веках, вот смотрите, тут правильный был вопрос, это все у нас в болезни первого мира, мы так уже про сахар рассуждаем, такую вредность, полезность в Средневитарии не доедали, им вообще еды не хватало, они умирали от кори, от дифтерии, от того, что их покусала какая-нибудь бешеная леса, от того, что они, не знаю, порезают с косой, у них не было антибиотиков, они умирают от сердца. То есть, вот эти проблемы средние века вообще не по нему навали, потому что, как бы, это было бы высшить просто так. Да. А как вообще влияет тоже уровень, там, отдыха, работы, физическая активность? Ну, все-таки не просто же так, организм все равно изнашивается, не только там, Таня. Нет, он, конечно, со временем, он изнашивается, это понятно, но зачем же ускорять эти процессы? Я говорю, что есть какая-то генетическая, совершенно точно есть какие-то генетические приключатели, которые вот у долгожителей, у них явно, они работают не так, как у нас, они дольше, их организм дольше сопротивляется всяким вредным воздействием. Мы, сейчас это изучается, я думаю, довольно быстро и скоро их найдут. В чем же отличие долгожителей от недолгожителей? Ну, сравнение, там биоинформатика, по самым, когда они берут все ДНК-голожители, сравнивают с долгожителей, смотрят, что отличается, дальше начинают уже, которые капают, эти биологи, проверять, что же это за белочек. Но в целом, это повышенный, там один из факторов, которые очень приятные, многие медооценивают, долго могу про это говорить, у меня технический проект, это целая глава, это стресс. Хронический стресс, даже небольшой, вот сильно подрывается, особенности организма сопротивляться всему, потому что он иммунную систему отключается, и много чего делает. Поэтому, ну, просто так сказать, работа работает, надо отдыхать, надо, чтобы не было стресса, и так далее. А так, ну, вот, чем меньше вы будете ее напрягать, тем лучше. То есть, то есть, как питание, оно и стоит. Ну, а физическая активность, конечно, да, потому что мы все сидим, и это нехорошо. А что надо же заниматься? Нет, спорт, вообще, спорт — это приятное, вообще спорт. Физкультура, да. Вот, слово «устаревшее», лепедактору может сказать, что слово «скультура устарело». это просто менять на фитнес. Потому что все это понимают, а физкультуру нет. Да, физкультура как фитнес, она полезна. А спорт, как вот я пойду, подниму сейчас 200 кг штангу и сломаю себе спину, как бы, и все прочее, это вредно. Или марафон, но марафон только если вы долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго готовитесь. Если вы чуть меньше долго готовитесь, то это вредно. Я потрясен, что никто до сих пор про алкоголь не спросит. Что за публика вообще? Я открою всю пролазь. Как алкоголь влияет? Алкоголь вообще плохо влияет на все, он и специфически влияет, и не специфически влияет на алкоголь. То есть это не стрессы? Нет, подождите, а за спиртованные вот эти вот стоят? А, в этом смысле нет, в этом смысле он проливает, только они в формалине. Они потонули. Наружно применяется. Наружно, да. Наружно, да. Масок, если... Ну а как раз так? Сухое вино. Да, вот у тебя про сухое вино, вот да, удивительно, потому что там есть респиротолка, которые все, кто интересуется чем-нибудь про старение, что там есть такое вещество, респиротолка, которое, значит, вот тоже типа антиоксидант, и оно, значит, помогает. Но, во-первых, я рассказала вам про антиоксиданты, что у них есть и плохие, и хорошие стороны. Значит, надо их применять с умом, а как с умом мы пока не знаем. А, во-вторых, чтобы получить терапевтические дозы респиротола из красного вина, вы раньше сопьетесь. Ну, вот просто серьезно. То есть это касается, то есть вы видите, заходите в интернет, видите новость, в грецких орехах нашли вещество, которое защищает вас от травка. Надо хорошо понимать, что это был экстракт, что они выделили это вещество, а там концентрацию в 10 раз увеличили, стали капать в пробивку. А вы такие, пойду грецких орехов есть, как можно больше, чтобы защититься от травм. Вопрос в количестве, что те вещества полезные, которые содержатся в красном вине, ну, в лодке не содержатся, например, в веществах, а в красном вине содержатся. Они там так мало, я слышала, где-то во Франции, что они как раз начали продавать таблетки с вытяжкой из красного вина, и они, по-моему, провалились в продаже. Не удивляюсь, почему вы? К какому удовольствию? Да, ты пьешь как бы таблетку, вот как будто вина в этом мотался за обедом. Знаешь, если говорить о проблемах алкоголя, нет, вот у меня в неловкой ситуации ставите, да, я не могу сказать, берите, да, это как бы нехорошо. Но я могу сказать только, опять же, как принято говорить научным популяторам, что и верно, что и данные научных исследований показывают, что от небольших доз алкоголя, не больших причем. Периодически. Такого, какого-то, радикального, радикального изменения продолжительности жизни ни в другую сторону нет. Поэтому, просто, по крайней мере, стрессом может побольше, если надо стоит. И это, может быть, разгребает вино? Да, 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 все, все спрашивают. Все спросили, все так все знают. Почему не спрашивали? Потому что этот вопрос был для всех очевиден. Алкоголь пьем. Мы туда не могли идти в этот вопрос. Алкоголь пьем. Алкоголь пьем. Умеренно, умеренно. Не пьете. Да, не пьете. Умеренность, умеренность. С похуданием, удеем, умеренно. Вот там вопрос стоит. Да. Вот все эти исследования, как коррелируется продолжительность жизни и внешний вид. Потому что, если мне скажут, что вы живете в туалет, ну, в итоге, вы выглядите на туалет, чувствуете себя на туалет. Как-то не очень приятно. Они как-то решают вопрос. Не с удовольствием, а не с удовольствием. Да, да, да. Хороший вопрос, да, про активное, вот имейте в виду активное долголетие. То, о чем сейчас все говорят, что, ну, у меня был слайд, баба Егор, что никому не охота, как Жанни Кальмана, 70 лет из 120, прожить бабушкой. Такой, ну, очевидно, не бабушка, я говорю, хотя она там все нормально чувствовала. Смотрите, вот все, что мы сейчас знаем о старении, говорит о том, что это вот включение этой программы, которая приходит ко всем тем изменениям, которые превращают нас в старичков-осторожек, в морщинистых, в больных, как бы там, или толстых, или худых, наоборот. Соответственно, все вот эти препараты, о которых я говорю, они откладывают, или уменьшают воздействие как раз этих изменений. Поэтому, да, это означает подлиннее именно активного долголетия. Но вот, сравните, вот эта бабулька, которая у меня была на самом слайде, например, так выглядели сорокалетние, но вот еще 200 лет назад. Ну, в сорок, сейчас надо постараться что-то так выглядеть. В сорок. Поэтому, да, это ровно и означает. Мы об этом и говорим, мы говорим, мы пока не знаем такого, чтобы долго-долго быть старушкой с этими возрастными изменениями. Вот эти долгожители, у них что-то там другое. Вот обычный человек. Поэтому, да, мы будем все позже и позже становиться вот такими дрявцами. Да, дрявность будет выступать позже, потому что метрохондрии будут лучше работать, мы будем лучше их защищать, у нас будет меньше апоптоза, у нас будут уничтожаться вещества, как бы организм будет сам себя очищать. Поэтому, да, мы лучше, то есть, нет, не волнуйся, с крючками не будем. Это еще вкладывается, да, в эту саморезскую теорию, что чем старше человек становится, там запускается механизм, чтобы не конкурировать ресурсы с новыми популяциями. И вот такие, даже внешние изменения являются таким маркером, что все, с человеком не надо размножаться дальше. Накапливается вот генетических ошибок этих. Ну, это то, о чем я вначале говорила. Это не в смысле, что это такой маркер. Это просто наблюдательные самураи, японцы, да, заметили это. Ну, в целом, да, человек, который уже такой, уже, значит, у него настолько сильны эти возрастные изменения, что, ну, скоро ему, как бы, конец придет. Хотя есть другая теория бабушек, например, которая говорит о том, что мы не выжили, наша популяция людей, не будь, если бы... Да, социальная теория бабушек. Да, социальная теория бабушек. Что мы выжили, потому что у нас очень много людей. У обезьянок, у них ведь они носят некоторое время, этих мартышат, обезьянок маленьких, а потом они думали, быстро взрослели. Да, у нас детство, ну, сейчас до 18, а вот с продлением активного долголетия в Европе там и на 30, как бы, живут. Да. Живут с родителями, да, как бы, и на иждерении родителей. Где-то просто поиск, да. Это все возможности, это все возможности, которые дала нам медицина. Да, там, то, что у нас есть сейчас, докеры, протекторы. Теория бабушек говорит нам о том, что у нас очень долго дети остаются беспомощными. А мамы должны рожать следующего ребенка, идти собирать там корешки, если ты живешь в пещере, и не будь бабушек, то есть, которые уже, они не размножаются уже, они уже выведены, как бы, из популяции. Но они сидят с детьми, со внуками со своими. Что и есть такая вот депутация бабушек, что поэтому человечество такое успешное оказалось, что у нас появилась социальная роль бабушки. Поэтому, вот. Поехали. Прямо сразу бесполезно. А счет дедушек вот это такое время, значит, да. А вот, чем больше организм, где больше рисков возникновения рак, ну, некоторых, не существует. Да, конечно. Ну, слоны вот, да, не болеют от рака. Или у меня, какие-то другие информации. Существует большие организмы, которые не страдают от рака. Ученые по этому поводу чего-то там уже… Да, существуют организмы, у которых меньше чистота ракных хобок, или даже больших, довольно-таки приличных размеров. Скорее всего, это связано с каким-то образом с механизмами детекции вот этих вот больных клеток, восстановления их убийства. Там какие-то другие, там был бракон, что-то, у них какие-то другие механизмы. Так же, как у амаров, вот у этих больших раков, которые помирают только потому, что у них… Они от головы умирают, у них от инфицирования, у них теломераза работает. То есть, у нас, кажется, как это теломераза, она у нас получается, там, еще каком-то, мариональный период, а у них она работает, а на основном, это у этих детекция рака лучше. Их тоже изучают на предмет того, что у них работает по-другому, но рано или год мы столкнемся, как бы, с правительством, с теми, с моральной дилеммой. Мы точно знаем, что, чтобы дальше двигаться, нам нужно вот этот ген изменить. Вот тут возникает вопрос, можно ли мы, можем ли мы менять себя, как вид, как бы изначально? Скорее всего, в Китае уже меняют. Ну, я не знаю. Если меняют, они нам не расскажут. Вот прямо сейчас. Поэтому… Ну, это понятно, они же не доращивают тогда взрослых и смотрят, что там происходит дальше. А тогда в какой-то момент мы поймем, какие гены надо менять, и будет явно… можно, иногда можно, как с лекарствами, мимиквировать, сделать снаружи тоже действие, и так делал бы этот ген, будь он активен. Но иногда это невозможно, и вот если бы менять, то вот был бы классный. Но пока не меняет. Так что пока ждем. Еще вопросы? Еще, конечно, странно, что никто про мясо, когда зашел в зору по курицу, никто не понял, что эти проблемы, в принципе, уже не могут решить. А каким-то образом статизировать вот эти продукты питания? Кому-то, для вегетарианцев, или не советов, кому-то. Слушайте, я понял, я понимаю, что всем жарко, но я хотел бы еще, буквально пару минут ваше внимание заметь, потому что Ира очень любезно согласилась проанонсировать буквально чуть-чуть нашего следующего лекаря. У нас 30 и 31 марта к нам приезжает Алексей Водовозов. Страстный борец с ксевдодиагностикой, с БАДами, с прочими шарматанскими вещами, он прочитает у нас две лекции. Тему я чуть позже объявлю, а вот пока Алексей может быть. У нас просто стала хорошей традицией. Вашу лекцию представлял Лев Захаров, а теперь вот вы можете отдать вас Алексею Водовозову. Нет, я с удовольствием Алексею представлю. Алексей Водовозов, он врач, но он давно уже работает научным журналистом. Он прекрасный научный журналист, медицинский. У него вышла книжка недавно, ровно о том, как отличить врача, который вам что-то говорит. На самом деле все это диагностики. И он замечательно совершенно про это рассказывает. Были вопросы о чеснок, то, сего. Он блестяще рассказывает о том, почему не надо доверять всяким непроверенным медицинским где-то в интернете или где-то вам вычтенными вычтенной информацией. Приводят разные устрашающие графики, картинки. В общем, послушайте его, он расскажет вам, как не набороться на каких-то таких вредных шарлатанов, и как самим, не обладая всех удачных знаний, отличать вредное на полезного. В общем, это очень-очень полезная лекция. Советую вам ее усетить.